Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы продолжаем с вами чтение книги «При мудрости Соломона», 4 глава. Устрашив перспективами ложного суемудрия о Боге, о Его маломощности и воодушевив перспективами и надеждами вечного блаженства с Богом, которым мы и предназначены, «При мудрый наставник» приводит примеры из жизни нашей, из которых нам видны преимущества добродетелей. «Лучше бездетность с добродетелью, ибо память о ней бессмертна. Она признается и у Бога, и у людей». И вот приводит наставник наиболее страшную для иудея сторону жизни — остаться без потомства. «Бездетный считался Богом отверженным, ибо в потомстве своем не мог бы он поклониться грядущему Мессии, таким образом вытягивая как за ниточку весь род свой из плена преисподнего. Но утверждая приоритеты подлинные для человека, называется Ламон бездетность совсем не главным злом по сравнению с нечестием. «Лучше бездетность с добродетелью, ибо память о ней, о добродетели, бессмертна». Ты хочешь обессмертить себя своим потомством, это не выйдет у тебя, если не будет твое потомство добродетельно. А вот добродетель, присущий тебе, обессмертит самого тебя. Она признается и у Бога, и у людей. Когда она присуща, добродетель, ей подражают. А когда отойдет, стремятся к ней. Есть в добродетеле некоторое внутреннее извещение правды, ей присущий. Потому как бы ни был зол человек, всегда в своем внешнем прилежании к добродетелю будет прославлять ее, даже тогда, когда делает это лукаво и приспосабливаясь к окружению своему, желая привлечь к себе доверие. И когда отойдет, когда нет ее, как в пустыне стремятся к воде, так и по причине своего образа и подобия, напечатленного в душе при создании от Творца, неизбежно стремятся к добродетели тогда, когда ощущается ее недостаток среди людей. И в вечности увенчанная она торжествует, как одержавшая победу непорочными подвигами. В этих словах есть ответ на вопрос, почему же мало спасающихся. Победа одерживается подвигами непорочными. И немногие приговаривают себя к этой участи подвижника, в которой надо соблюсти еще и чистоту. А плодородное множество нечестивых не принесет пользы. Как бы ни казалось изобильным земное жительство, включая и многочисленных детей, никакой пользы не сообщает, даже в отношении встречи грядущего Мессии. И прелюбодейные отрасли не дадут корней в глубину и не достигнут незыблемого основания. Корень в глубину и незыблемое основание — это обнаружение Советов Пресвятой Троицы о спасении рода человеческого и откровение Нового Завета. Так вот, все то, что характеризуется богоотступничеством, что именуется прелюбодейной отраслью, от нее, несмотря на многочисленные потомства, не произойдет тех, кто встретят и примут дух Христов. И хотя на время позеленеют в ветвях, но не имея твердости, поколеблются от ветра и порывом ветров искоренятся. Те, кто не поставлены на основании добром, а иного основания нельзя заложить, говорит апостол Павел, на основании есть Христос, то, какими бы ни казались зелененькими побеги, так и хвалят некоторые религиозные направления за то, что, мол, у них, как и у нас, те же ценности, те же добрые поучения, это всего лишь мелькающие зеленые листочки. Но там, где нет веры в Пресвятую Троицу, там, где нет исповедания Бога человечества Иисуса Христа, там нет, где нет Ему поклонения и следования за Ним самой жизнью своей, там все неблагонадежно, все не твердо и колеблемо. Некрепкие ветви переломятся, и плод их будет бесполезен, незрел для пищи и ни к чему не годен. Прежде всего, не посодействуют эти малые проявления каких-то видов добродетели тому, кто по существу дела остался без питания благодати Божией. Ибо дети, рождаемые от беззаконных сожитий, суть свидетеля разврата против родителей при допросе их. Это удивительная и страшная реальность нашего времени. Дети, рождаемые от беззаконных сожитий, суть свидетеля разврата против родителей при допросе их. Другими словами, само появление детей в беззаконных сожительствах является обличением того, что они должны были быть законной семьей, и появление на свет детей неизбежно связано либо с наличием благочестивого семейного союза, либо с наличием блуда Богу противного, оскверняющего души и погубляющих их совершенно. Праведник, аще постигнет, скончатесе, в покое будет. Старость, бочесна, не многолетна, не же в числе лет, и считается. Не долголетие и не многолетие измеряет достоинство человеческой жизни, но только глубина его сердца, нашедшего или не нашедшего источники вод, воды чистой, молока чистого и словесного, питающего душу подлинным содержанием. Мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь — возраст старости. Вот что по-настоящему характеризует человек. Не просто множество проведенных им на земле лет, но беспорочная жизнь и причастие мудрости. Как благоугодивший Богу он возлюблен, и как живший посреди грешников приставлен. Кем возлюблен? Тем, кто его сотворил, тем, кто есть сам путь и истина, и жизнь. Он не всегда возлюблен близкими своими, а напротив мы видели в предшествующих главах ожесточение против праведника, дьяволом разжигаемое в живущих против воли Божьей. Как живший посреди грешников приставлен. Живший посреди грешников, то есть приобщенный той же человеческой жизни, которую все мы по плоти черпаем от Адама. Мы неизбежно, праведники и грешники, подвержены закону исхода из временной жизни. Восхищен, приставлен, но восхищен, чтобы злоба не изменила разума его или коварство не прельстила души его. Таково свойство человеческой смерти. Оно необходимо для всех, ибо даже и праведник именно смертью своей удерживается от тех соблазнов, которые расставляет ему лукавый. Помни последнее твоё, и вовеки не согрешишь. Страдающий плотью и приста от греха, сказанной в Новом Завете. Потому и для праведника не удивляйся неизбежности смерти, ибо она помогает сохранить в чистоте душу его, готовящуюся к этому исходу. Ибо упражнение в нечестии помрачает доброе, и волнение похоти развращает ум незлобивый. Очень опасно пристрастие к вещам века сего. И упражнение в прилежании соблазном оказывается, входит, имеет власть помрачать доброе устроение души. И волнение похоти, движение, пребывающее в теле, оказывается влияющими на ум незлобивый. И ему бывает великий вред от движений плоти, а особенно похоти, которые составляют уже не потребности плоти, но несколько распоясавшиеся сластолюбие. Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие лета. Речь уже о праведнике, который в короткое время, стяжав мудрость и сохранив верность Господу и чистоту тела, исполнил то, что другие не успевают и во многое лето своей жизни. Ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. Это и узнаем мы в этих строках по ремии, читаемые на память мучеников. Таким образом объясняется и необходимость изъять праведного из среды грешных, не кающихся, в том числе и телесной смертью его. Хоть он и недолго проживает на земле, но Господь позаботился о том, чтобы благоприобретенные душевные добродетели и совершенства были сохранены и ничто уже не угрожало им. Восхищен, чтобы злоба не изменила разума его или коварство не прелестило душу его, ибо упражнением нечестие помрачает доброе, и волнение похоти развращает ум незлобивый. Достигнув совершенства, в короткое время он исполнил долгие лета. Ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. А люди у них свой взгляд, а у людей свое осуждение. Видели это и не поняли, даже не подумали о том, что благодать и милость со святыми его и промышление об избранных его промысел Божий простирается гораздо дальше человеческого мудрования. Бог все предвидит, но не все предопределяет. Бог промыслом своим печется и о оставлении праведника в его праведном достоинстве. А суды окружающих и досужие мнения людей, не видящих все так, как должно, несравнимы с той премудростью, которую реализует Господь, особенно в участие любящих его, в участие праведников. Праведник, умирая, осудит живых нечестивых, ибо скоро достигшая совершенства юность, долголетнюю старость неправедного. Самая жизнь и смерть в чистоте и верности Богу являются обличением для нечестивых. И самая жизнь нечестивых именно в свете ухода преждевременного праведников оказывается жизнью грязной, жизнью недостойной, жизнью, которая является преддверием ада, которая может быть названа скорее смертью, чем подлинна жизнью, а смерть праведников подлинной жизнью. Ибо они увидят кончину мудрого и не поймут, что Господь определил о нем и для чего поставил его в безопасность. Они увидят и уничтожат его, уничтожат его, но Господь посмеется им, узрят и уничижат, не уничтожат, как написано в русском тексте, а в церковном славянском уничижат, то есть его унизят, будут всячески и по смерти измываться над тем, что так бесславно и бесполезно, как им кажется, завершается жизнь его. И после сего будут они бесчестным трупом и позором между умершими навек, ибо он повергнет их ниц безгласными издвинет их с оснований. Конечно, это и пророческое место о миссии Христа Спасителя, который, как свет явившись мир, обличит всякие дела тьмы. Но и продолжение прежде высказанной мысли о том, что своей смертью делает очевидным подлинную смерть, и смерть уже безграничную тех, кто мнят о себе много и высится, как кедры ливанские. Они есть бесчестный труп, и позор между умирающими, живущие окруженные сонмом праведников почивших, оказываются в неизбежном выборе либо следовать их примеру, либо оставаться позором между ними. И они в конец запустеют, и будут в скорби, и память их погибнет. Для них также неизбежен исход, но то, что ждет их после него, весьма печально. Сознание грехов своих они предстанут со страхом, и беззаконие их осудят их в лице их. Это уже картина страшного суда, где будут обнаружены советы сердечные, когда земля и все дела на ней сгорят, тогда и будут открыты иные книги, книги жизни, и судимые будут мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Это время радости для тех, кто потрудился в жизни своей ради стяжания премудрости Божьей и благодати его, и время крайнего страха, поскольку сами расположения их сердец, сделавшиеся очевидными для всей вселенной, исходатайствует им приговор к вечной смерти. Субтитры Продолжение следует...